добрый день в прошлый раз мы рассмотрели расчет отопительных приборов однотрубной системы отопления секционных то есть вот такой такая была схема так мы рассмотрели два стояка как рассчитывается однотрубная система с верхней разводкой при отопительных приборов секционных так ну теперь давайте рассмотрим как рассчитывается система отопления также однотрубная также с верхней разводкой только вместо секционных отопительных приборов у нас будут стандартные отопительные приборы мы не возьмем стальные панельные радиаторы типа prada расчет принцип тот же самый основывается на тех же самых моментах единственное заканчивается все 10 пунктом то есть вот здесь также расчетная таблица сокращается то есть вместо 21 столбца который мы заполняем в предыдущем видео ссылка будет внизу описание то есть табличка становится на два столбца соответственно меньше так ну и давайте подготовим эту таблицу к расчетам так удаляем лишний столбец который нам абсолютно не нужен так так ну а последних двух здесь мы поменяем количество размер отопительного прибора так мы покажем потом исправим здесь что находится так а здесь будет у нас проверка соответствия прибора поток должен уменьшаться более чем 60 ватт так для того чтобы провести расчет для этого нам понадобится каталог в данном случае рекомендации по применению стальных радиаторов прада так и здесь в этих рекомендациях написано что из себя представляет отопительный прибор какие марки существуют отличия то есть мы воспользуемся правда классиком и возьмем тип соответственно 20 для стандартных помещений без повышенных санитарно-генетических свойств здесь описывается основные характеристики как подключаются отопительный прибор что обозначают соответственно по размерах так ну и если мы увидим то в основном подключаются в водотрубных системах со смещенным замыкающим участком вертикальной системы в данном случае с верхней разводкой либо при трехходовом клапане либо при двухходовом клапане вот кстати можно рассмотреть прикрыв ходовым клапаном то есть отлично закрыли обходной участок и весь дополнительный течет под пиковый прибор так здесь же находится основные гидравлические размеры мы воспользуемся чтобы не силовое расстояние было 500 миллиметров так ну и 20 тип то есть вот они здесь вот они начинаются соответственно так дальше после всех этих типоразмеров появляются гидравлические характеристики так ну и вот здесь вот кстати если у вас замыкающий участок то коэффициент затекания ну и клапан РАЖ применяется известной фирмы Danfoss это значение коэффициентов затекания равнома 21 так ну а для других типов то есть 0.23 так ну мы сначала рассмотрим с треххода ну и вот здесь вот тоже приводится тепловой расчет ну и формула практически совпадает с теми которые представлены в этом методическом высоке только есть некоторые небольшие отличия но в частности отличив но в частности например при двадцатом типе и межосевым расстоянии 500 миллиметров то есть бета 1 равно 1027 а бета 2 1 0 3 то есть предыдущем варианте у нас было 1 0 4 1 0 2 то есть меняем 1 27 и на 1 соответственно 3 так дублируем на нижележащие так скопируем и поменяем значение чтобы у нас сменили значение расхода так это в этом месте дальше нам нужно изменить здесь то есть на 1 27 1 3 копируем вниз так мы чтоб не повторять то же самое делаем скопируем и ставим сюда какие то же самое то есть нужно заменить нам вот здесь 1 0 4 на 1 27 1 0 2 1 0 3 так 1 вниз немного отключается значит это практически не отличается значение так теперь следующие действия нам понадобится с коэффициентом фика так, что здесь присутствует так здесь также эмпирические показатели степени здесь есть специфический безразмерный поправочный коэффициент, который учитывает соответственно зависимости теплового потока и коэффициента теплопередачи от длины но он лишь учитывается при движении снизу вверх у нас движение сверху вниз то есть значение равно единице так, все остальное совпадает, то есть открываем этот столбец ищем двадцатый межосевое расстояние 500 то есть 0,28 ну, c1 как было у нас в этом варианте так, единственно меняем на 0,3 на 0,28 так, дальше коэффициент 1 не следует умножать так, и еще один момент атмосферное давление сделаем так же, что атмосферное давление соответствует атмосферному давлению в нормальных условиях то есть, а так это нужно смотреть соответственно в ваш район строительства и вносить вот эти изменения коэффициентов так, ставим 1 так, ну и скопируем вниз так, и чтобы опять нам не повторять скопируем ниже ближайший так, вот у нас получились новые значения так, если раньше у нас номинальный условный тепловой поток был одной секции то сейчас берется отопительного прибора то есть открываем таблицу где приводятся характеристики номинального условного теплового потока определенного типоразмера правда классик а именно мы хотели взять двадцатого то есть вот здесь и находимся ну и смотрим то есть у нас 869 так, я думаю этот не стоит брать потому что замещать более чем 60 ватт и берем вот этот все это у нас 916 ставим 916 так и здесь ставим который мы применили так, теперь сделаем следующее мы задимся здесь проверкой так, ну во-первых уберем лишнее то что нам нет необходимости оставлять так здесь если у нас все правильно делали соответственно здесь ставим слово да так а здесь если слово то есть что в этом случае получается если у нас значение больше у нас получается отрицательное число то есть если значение меньше то у нас должно быть меньше 60 если соответственно будет больше 60 то будет слово нет так ну и копируем вниз так и то же самое делаем с нижней лежачим так следующий отопительный прибор тот же самый копируем оставляем то есть у нас тоже прошел так ну и давайте сюда не пройдет потому что может проверить перенесем то есть нет надо подбирать другой тип размер идем туда то есть у нас 1046 1046 но не проходит и есть вот 1176 так вставляем 1176 да ну и вставляем то что скопировали то есть данный размер отопительного прибора так следующее смотрим опять типа размер там 716 616 нет то есть этот не проходит берем вот этот 786 ставим 786 то есть мы вставляем данный тип размер дальше здесь просто копируем 1086 других размеров нет так ну и здесь та же самая ситуация 1104 хотя хотя вот есть прибор сейчас проверим пройдет он здесь 46 ставим 1046 до проходит и вставляем типа размер то есть вот у нас все посчиталось то есть при стальном панельном радиаторе которые имеют определенный тип размер так ну и с трех ходовым клапаном ну а давайте посчитаем с двухходовым клапаном то есть если помните значение коэффициента затекания при двадцатом типе равно так туда пошли равно значению 0.23 так ну и обратно вернемся в те позиции где у нас были типоразмеры что-то выбирать так ну и подставляем 0.23 то есть мы рассматриваем со смещенным замыкающим участком и с установкой двухходового клапана типа ра g или новое обозначение rtr g так вот у нас изменили значение как видите то что у нас было у нас уже не проходит в частности вот это пройдет на двух вышележащих да как видим прошло так ну здесь сюда же пройдет с осталью да прошел так ну и давайте искать вот эти 1610 в частности вот этот пройдет 1568 1568 меньше как раз у нас меньше будет то есть меньше 60 ватт уменьшается так здесь подобрали теперь давайте ядом 961 961 вот этот пройдет 916 516 516 ватт 516 15 168 поставили он пошел ну правильно прошел потому что больше значения 15-16-18 так вот в чем заключается расчет отопительных приборов в однотрубной системе отопления в данном случае был с верхней разводкой с нижней будет отличаться только длиной вертикальной трубы которая размещена в помещении всем спасибо за внимание до свидания и удачи субтитры